всем привет всем привет но и начался наш ваяж семейный ваяж очень долгий передаем вам привет и всем мы выдвигаемся с нашего автовокзала время 3 часа дня надеюсь сегодня часам 7 с учетом прохождения границы мы будем в польшу ладно что у нас здесь есть удобств в общем я сижу один на них второе сиденье меня поставил свой рюкзачок здесь у меня вода столик для не знаю употребление пищи разгадывание проспортов окно откуда я могу наблюдать за происходящим либо спать в общем как-то так объезжаем его с границы убираю камеру а софлям дадут если увидят на часах 5 часов вечера два часа заняло нас то чтобы добраться до евросоюза и это с учетом того что в городе будет у нас большие пробки так вы наверное за час лично доехали городские пробки ничего не поделаешь ну все европа жди нас снова калопом по европа следующая остановка гданьск так ну все сейчас мы находимся в польше конкретном гданьске и шуруем сторону сторону кафе маленько погуляем у нас еще время есть для пересадки на автобус следующий в берлин а что время для тусовки еще есть да сколько здесь были ремонт так все идет неспешными темпами но идет вечерний гданьск принимал в свои объятия пряничные дома устало взирали на прохожих снующих по старым улочкам где ежедневно болтаются тысячи туристов а вечером все либо высыпают побродить снова и насладиться эстетикой ночи либо заседают в уютных кафе уминая вкуснейший журик и попивая напитки нам также нужно было подкрепиться на дорогу мы заскочили в бестром и решили перекусить потому что дорога у нас длинные дальние есть но ряд изнурительная и так что у нас на столе зацените пицца сырный цезарь бокал вина так называемый болик рыба блюда два шота один я уже прикончил жена ну-ка скажи погромче тебе нравится вкусно а тебе доча вкусно ну все набираемся сил хряпаем сидим несколько часиков потом еще маленько прогуляемся и и двинем дальше глубь европы оплатив по счету за вкусный ужин и алкоголь мы планировали наше дальнейшее путешествие до отъезда еще оставалось время и мы немного прогулялись оставив за кадром ночной гданьск который мы уже показывали в наших прошлых путешествиях благо погода стояла отличная и располагала на романтику спать не хотелось совсем выспимся в автобусе говорили мы всем привет друзья на часах без одной минуты 12 ночи я в польском гданьске в данный момент на автовокзале алкоголь постепенно улетучился и мы в ожидании нашего автобуса на берлин знатно посидели в ресторации мои сейчас коротают время на остановочки в ожидании автобуса я вышел прогуляться эдакий вечерний мацион по окрестностям тихо спокойно тепло конец октября на улице плотище ведь я без шапки иду практически никого когда сегодня приехали кстати народу было много какой-то матч был интересный все шли зелеными шарфиками повязанными вокруг шеи какая-то вероятно местная футбольная команда кого-то обыграла или не обыграла поскольку все шли не очень веселые но в принципе довольные и пьяные вот а мы сейчас с вами на автовокзале здесь не то чтобы светло но не так уж и темно стоят автобусы мы движемся к нашей остановке здесь какие-то местные гопники стоят пройдем мимо них мимо них пройдем идем 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 а вот и наши путешественники не подскажете как пройти библиотеку ладно ждем наш автобус через часик придет может быть еще куда мы сходим устроившись поудобнее мы провалились в сон лишь изредка я просыпался чтобы посмотреть в окно на незнакомые пейзажи ночных городов и вокзалы ночью все воспринимается по-другому даже твои временные сотоварищи пассажиры которые деликатно входят в автобус с виноватым или нагловатым видом пробираясь к своим местам всем привет с берлина сели в автобус вообще кое-как успели просто повезло что мы на него попали не факт не факт что он этот номер сегодня еще будет нам просто повезло поехали в чехию дороги это артерии и вены которые опутывают города государства и континенты мы двигались по саксонским землям минуя тоннели и заливные луга с такой яркой зеленой травой что помнится я подумал если за граница эта матрица то кто-то просто офигенно ее прорисовал именно тогда я впервые увидел молодых оленей которые выглядели прямо как в мультфильме диснея бэмби и я сроду не мог подумать что такие существа запросто пасутся на лугах возле дорог а еще там были горы и кое-какие замки в общем горы холмы тоннели снова горы и ровные просто идеальные дороги невероятно красивые смешанные леса и снова холмы которых наверняка ранее когда-то жили какие-нибудь саксонские гномы мы потихоньку вытягивали шеи и ждали что вот-вот едем на территорию чехии но все вот мы и в чехии одеты мы конечно не по сезону приперлись а здесь вообще юг до 22 градусов что у меня еще ведь есть по моему какие-то тонкие корты а папа пальто приперся ладно пойдем искать где перекусить а потом купим проездное поедем заселяться пока а потом гулять безусловно чем ближе к вокзалу тем дороже гостиница поэтому метро вам в помощь с хорошо развитой транспортной инфраструктурой города в том числе и подземным транспортом совершенно не проблема добраться до нужной вам точки а далее все по накатанной выходите на нужные остановки идете на эскалатор и выходите в город мы пришли к месту нашего заселения отель интер праг с виду не ахти какой но довольно таки умеренный по цене и отдаленности от вокзала отель мы выбираем всегда с пристрастием на одном известном сайте выбираем бронируем оплачиваем ну и так далее ничего сложного обзор нашего номера жить будем как почти как карлсон который живет на крыше начинаем с санузла так санузел у нас полетная бумага пачка и четвертинка одноразовый шампунь фен есть я зря фен тащил понятно душевая кабинка дверь кое-как закрывается разбула от влажности полотенцесушитель еле теплый ну да ладно высохнет так кровати для ребенка кровать пожалуйста закрывайте окно спасибо не за что вешал очки и обзор красное небо если будет дождь будет парабанить стекло скорее всего еще протекает ну ладно нам здесь не годы месяца жить отслужишь несколько некоторое время поэтому с пивом пойдет но все будем приводить себя в порядок после длительного изнурительного путешествия до встречи оставив за кадром семейные хлопоты и небольшую прогулку днем вечером мы с супругой уважив ребенка отправились поужинать в местный торговый центр всем доброго вечера мы сейчас находимся в этом ресторанчике зашли с женой поужинать жене смотрите принесли кушку снежку черный чай чем-то на без сахара соизволили два стакана бехеров ки я жду сейчас мне принесут валеный лис валеный лис это свинина в медовом соусе сейчас будем испытывать приятного нам аппетита кулинарное путешествие продолжается ваше здоровье утка по-пекински и так чашки все почти пустые ужина не пустая открою секрет почему просто потому что ей уже это все не влезло настолько наелась как и я и даже не смог ей помочь доесть покиньте я еще нахлобушил два стакана бехеров к диета ждет меня в общем ребята нам тут понравилось не остро ничего все замечательно вкусно те продукты и блюда которые отмечены в меню как острые они помечены перчиком перчиком да как я раньше думал азиатская кухня острая нифига подобного эти ребята валеные леса не могут делать и причем вкусно и знаете что знаете куда мы завтра пойдем ужинать мы пойдем сюда непременно сюда только что вышли из этого китайского ресторана киото причем китайский ресторан киото японская в общем хозяйка сидела позади нас все это время кушала что-то когда выходили она сказала спасибо и все прочее что-то чё она еще сказала а спасибо до свидания и тут я понял что все это дерьмо проваленный лист она свыше вы прикиньте мне кажется так так националистически звучало мне очень стыдно так стыдно что мы уж теперь точно завтра придем сюда и оставим немного денег да 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 Субтитры сделал DimaTorzok